Автор Neon Tempo Перевёл Тимофей Имкин Для начала пара уточнений. Во-первых, я не являюсь действующим лицом этой истории, но мы учились в одном университете. В дальнейшем она стала профессиональным писателем, а я вот нет. Чуть позже, когда я перечислю важные детали, перо перейдёт к ней в руки, а пока, уж извините, вам придётся мириться с моим несколько несуразным стилем подачи. Во-вторых, я не могу предугадать вашу реакцию на то, что вы прочтёте далее, но, уверен, многие посчитают это выдумкой. Мне не довелось лично застать события, произошедшие в Финиксе, штат Аризона, но могу заверить вас в том, что человек, который их описал, рассказывает правду. Она не выдумщица и никогда таковой не была. Итак, была в моей жизни одна девушка. Её звали Алиса Шарма. Она поступила в Эдинбургский университет в том же году, что и я. Мой выбор пал на факультет истории, которая, ну, очень пригодилась в моей дальнейшей карьере велоремонтника. А Алиса пошла на журналистику. И она не просто училась. О, нет. Она по-настоящему жила своей специальностью. Устроилась главным редактором газеты нашего кампуса, была голосом студенческого радио. В общем, Алиса была невероятно целеустремлённой и успела стать полноценным журналистом задолго до того, как на неё обратили внимание работодатели. Мы познакомились в коридоре и практически сразу подружились. Казалось бы, две противоположности. Никудышный бездельник, единственным устремлением которого было не угодить обратно на отцовскую ферму, и бесстрашная, амбициозная корреспондентка. Но со временем я свыкся. Алиса была очень эрудированной и вычитывала все мои эссе на предмет ошибок. Не представляю, что она во мне нашла. Спустя какое-то время мы стали вместе снимать квартиру в Лондоне. Алиса шла к своей мечте, а я топтался на месте. Периодически ей удавалось куда-нибудь устроиться, но нигде она не могла в полной мере себя проявить. Несколько месяцев прошли безрезультатно. Заявки Алисы всюду отклоняли, но в один прекрасный день она сообщила, что переезжает в Америку писать репортажи для национального общественного радио. То, что ее взяли, было настоящим чудом. Когда Алиса направляла туда свое резюме, она ожидала, что его сразу отметут. Мы устроили трогательную прощальную вечеринку и сдали ее комнату. Это был последний раз, когда я видел Алису. Через пару месяцев мы перестали общаться. Она пропала с радара. Я предположил, что она просто была занята и продолжил плыть по течению своей скромной, но вполне счастливой жизни, ожидая в один прекрасный день увидеть ее по телевизору с какой-нибудь важной подписью внизу. Например, главный корреспондент или ведущий аналитик. Неделю назад она снова вышла на связь. Однако, я совсем не так этому рад, как вы могли бы ожидать. Скоро узнаете, почему. Придя домой с работы, я обнаружил в своем, как правило, пустующем электронном ящике одинокое письмо, которое мои куда более продвинутые друзья в дальнейшем назовут подозрительным. Хоть я и родился в начале девяностых, у меня не было компьютера до самого поступления в университет, так что мне еще многое предстояло узнать о киберпространстве. Например, то, что его ненужным называть киберпространством. Или, что куда важнее, то, что не стоит открывать письма без текста, заголовка или хоть каких-то данных об отправителе. Очевидно, что многие сразу же удалили бы пустое анонимное письмо, мои друзья уж точно, но что-то побудило меня его открыть. Что-то, помимо полной некомпетентности и по части электронной безопасности. В письме не было совершенно ничего, кроме архива под названием «Лево-право-Аш». Думаю, не нужно объяснять, чье имя значилось за инициалами. После того, как я открыл архив, передо мной предстал длинный список текстовых файлов, каждый из которых был назван соответственно определенной дате. Они были упорядочнены, начиная от 7 февраля 2017 года. В дальнейшем я не раз перечитал каждый из них и показал части записей друзьям. Они тоже не знали, что с этим делать, но их вся эта история явно беспокоила куда меньше, чем меня. По их мнению, Алиса переживает особо креативный период. Чего уж там. Я бы и сам так подумал, если бы так хорошо не знал свою подругу. Алису шарма интересует правда и ничего кроме правды. Если содержимое файлов не выдумка, то вполне возможно, что Алиса задокументировала собственную пропажу. Мне предложили этот портал, сказали, что здесь обсуждают необычные явления и все в этом роде. Если кто-то сталкивался с чем-то подобным, или если вы знаете кого-то из упомянутых людей, поспешите отправить мне любую информацию. Кто-нибудь слышал об игре «Влево-вправо»? Есть поверье, что грандиозные истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать. Так вот, Роберт Джордж Гатхард явно исключение из этого негласного правила. Его рассказ звучит так, как будто он зачитывает список покупок. Ни одно событие из его жизни, будь то первое трудоустройство, вторая свадьба или третий развод, не удостоилось от Роберта более чем одного-двух предложений. Роб максимально сжатый и беспристрастно описывает целые годы своей биографии. Но даже это не способно испортить историю. Настолько она богата на события, увлекательна и захватывающа. И совсем не важно, как ее преподносят. К 21 году Роб уже женился, обзавелся с сыном и кем только не успел поработать. Фермером, сенокосом, инженером-лодочником и даже успел уехать от жены на другой край света. Вот что он мне рассказал. Роб. Конечно, жена была недовольна. Меня долго не было дома. Аш, по работе? Роб. Вьетнам. Аш, ты был во Вьетнаме? И чем все закончилось? Роб. Скажем так, к жене я уже не вернулся. Вот и все, что он мог рассказать про свой первый развод и про вьетнамскую войну. После этого Роб женился четырежды и пробовал себя еще на множестве профессий. Возвратившись с войны, он устроился в фирму частных детективов. В ходе перестрелки с мафией его ранили, и Роберт решил стать курьером. Именно так нищий парень из Алабамы смог объездить свет. Роб. С этой работой я увидел почти все материки. Я был в Индии. А ты была в Индии? Аш. Ну да, мои родители оттуда. Роб. Ага, я так и понял. Как-то раз он попал под арест в Сингапуре, когда в одной из коробок обнаружили белый порошок. Так он и просидел три дня в обезьяннике, пока полиция не провела экспертизу. Белый порошок оказался мелом. За время, проведенное под арестом, Роб успел сдружиться с Хиродзи Сато, и тот пригласил его в Японию. Еще не оправившись от третьего развода, Роб принял приглашение. Он прожил в Японии пять лет. Роб. Японцы – хороший народ. Очень воспитанный, но у них полно всяких баек-страшилок. Хиродзи их просто обожал. Вот ты слышала про Дзёра, Гума? Аш. Не припомню. Роб. Короче, это такая женщина-паук, которая живет в окрестностях водопадов Дзёра, на острове Идзу. Она типа дофига красивая, но дофига опасная. Мы с Киродзи ездили туда, чтобы ее сфотографировать. Аш. Вы нашли Тюрогуму? Роб. Не, не нашли. Она так и не выползла, как и другие твари, которых мы пытались найти. Сам я вообще-то во все это не верил. До поездки в Аокигахару. Аокигахара, или, как его ласково прозвали в народе, лес самоубийц. Следующая остановка в истории Роба. Это кусок леса у подножия Фудзиямы, ставший излюбленным местом молодых самоубийц. Хиродзи, сокамерник и в дальнейшем лучший друг Роба, позвал его в Аокигахару поохотиться за Юреями, местными духами. Аш. И как? Увидели там что-нибудь? В Аокигахаре. Роб. Но я не буду умолять тебя поверить мне на слово, но, как ты знаешь, я успел поработать частным детективом, читай, профессиональным циником. И даже я не могу отрицать, что в этих лесах обитает дух. Начиная с этого момента, предложения Роба становились все длиннее и длиннее. В его взгляде загорелся без труда различимый, почти детский восторг. Роб переходил от описания своей прежней жизни к описанию новой. Той, о которой ему действительно было что рассказать. Той, из-за которой он с нами связался. Роб. Он вышел из-за деревьев и был похож на шум, как в телевизоре, только в форме человека. Ну, почти. Аш. Почти? Роб. У него не было руки. Он протянул ко мне ту, что была, но я сразу оттуда смотался. Хиродзи так его и не видел, все еще дуется. У Хиродзи были все причины обижаться. Со слов Роба, мистер Сато ходил в этот лес по два-три раза в год на протяжении трех десятилетий. А тут заявляется новичок и натыкается на Юрея с первого же раза. Я бы тоже возмущалась. Но Роб недолго пробыл новичком, ведь именно тогда он обнаружил свою страсть. Сверхъестественные. Или, если точнее, документирование и расследование городских легенд. Таких, как Кровавая Мэри, Дьявол из Джерси, Бигфут. Роб изучил их все. Роб. Я решил, что если одна легенда подтвердилась, то кто знает, сколько еще окажется правдой. Аш. И сколько же тебе удалось доказать? Роб. После Ауки Гахары? Ни на одной не смог нарыть никаких подтверждений, кроме той, с которой я к вам обратился. Роб с трудом сдерживал улыбку. Игра влево-право появилась на форуме, посвященном паранормальным явлениям, в июле 2016 года. Регулярно посещали форум всего несколько пользователей, и только одного из них заинтересовал этот пост, а именно Роба. Роб. От остальных историй это отличалось проработанностью деталей. Аш. Какие из них привлекли твое внимание? Роб. Подробные журнальные записи, качественные фотографии. Автор все задокументировал и сказал, что больше играть не будет. Как мне кажется, он хотел, чтобы кто-то продолжил его дело. Аш. И этим кем-то был ты. Роб. Верно. Я взялся проверять ему информацию. Аш. Как все прошло? Роб. Ну, я довольно быстро убедился, что игра влево-вправо – реальная штука. Правила игры просты. Садитесь в машину и поезжайте вперед. Поверните налево на первом же повороте, затем направо, затем снова налево, повторяйте до бесконечности, пока не окажетесь в каком-нибудь... новом месте. Да, правила до предела прямолинейны, но, по мнению Роба, следовать им совсем не так уж просто, как может оказаться. Роб. Мало таких дорог, где можно долго сворачивать туда-сюда. Рано или поздно окажешься в тупике или придется повернуть не в ту сторону. Дороги Феникса построены в виде сетки, так что там можно поворачивать сколько угодно. Аш. Ты перебрался в Феникс ради игры? Роб. Ага. В ходе беседы я старалась не выказывать своего скептицизма, но подумать только. Продать свой дом в другом штате, собрать вещи и с концами переехать в Феникс, и все только ради того, чтобы поиграть в игру из интернета? Даже звучит безумно. Роб улыбается, видя мое выражение лица. Я тоже вижу, как он на меня смотрит, как бы говоря, «Вот и видишь, только подожди». Долго ждать не пришлось. К девятистраничной заявке, которую Роб отправил в нашу редакцию, прилагался длинный список вещей, необходимых корреспонденту. Среди них одежда на три дня, карманный нож, спички, бинты, а также список навыков, которыми должен обладать корреспондент. Умение вводить машину, базовые навыки починки транспортного средства и их человеческий эквивалент, навыки оказания первой помощи. Нет, Роб собирался не просто рассказать об игре влево-право. Он хотел взять с собой кого-нибудь из нас. Вскоре Роб ушел по делам, или, как он выразился, на подготовку к круизу. Он показал мне спальню для гостей и вышел из комнаты. Думаю, нам обоим не трудно было догадаться, каково наше первое впечатление друг о друге. Роберт показался мне обаятельным, но немного одержимым человеком, живущим в погоне за сказкой. А я в его глазах была наивным скептиком, которому еще многое предстояло увидеть. Кто прав? Узнаем к завтрашнему вечеру. Дальше больше. Когда я проснулась, Роб стоял в комнате с подносом в руках, по дну которого стучал, чтобы меня разбудить. Мне не удалось записать начало нашего разговора. Роб. Вот барабан и клубничка и шоколадный сироп. На первом этаже есть еще немного. Хотел порадовать тебя с утра пораньше. В дороге таким уже не полакомишься. Роб приготовил для меня вафли. Он поставил поднос на тумбу возле кровати, и пока я завтракала, начал описывать планы на предстоящий день. Признаюсь, проснуться в незнакомом доме и увидеть, как его хозяин стоит рядом, было немного странно, но это ощущение быстро ушло. Все-таки он уже в возрасте и привык жить один. Едва ли ему приходится часто задумываться о соблюдении каких бы то ни было социальных норм. К слову, вафли были шикарные. Роб. Стартуем в девять. Я разбудил тебя пораньше, чтобы ты успела подготовиться к приезду остальных. Аж. А что, поедет кто-то еще? Роб. Еще пять машин. Они подъедут где-то через час. До этого он не упоминал никаких спутников, и я немного удивилась, ведь мне казалось, что игра о влечении сугубо роба, я буду единственная, кто к нему присоединится. То, что еще несколько человек заинтересовались в нашем путешествии, стало открытием. Уже через полчаса Роб был готов, успев позавтракать, принять душ и переодеться в рабочую униформу, что он особенно подчеркнул. Я вынесла дорожную сумку на крыльцо. Аж. Не думала, что ты будешь готов так рано. Роб. Тот, кто не готовится к утру заранее, не готовится вообще. Аж. Соглашусь. Ой, Роб. Гараж закрыт? Я хотел установить в машине микрофоны. Роб. Ага, закрыт. Секунду. Ща открою. Аж. Спасибо. Роб. Самое время выпустить ее на волю. Предупреждаю, мисс Шарма. Она красавица. Для Роба Гадхарда олицетворением красоты был темно-зеленый джип Вранглер. Роб сел за автомобиль и выехал на нем из гаража, загромоздив выезд. Весьма внушительных размеров машина была сильно модифицирована. Еще один пример того, насколько Роб предан своему делу. Роб. Что думаешь? Аж. Думаю, еще две гусеницы, и у тебя будет танк. Роб. Хех. Ну да, я знатно над ней поработал. Приделал лебедку, поставил сверхмощные шины, красная штуковина на крыше это дополнительные фары. Они могут превратить ночь в день и при этом почти ничего не жрут. Аж. Разве джипы обычно не без крыши? Роб. Неа. Это unlimited. На дорогах предпочитай закрытые тачки. Я открыла пассажирскую дверь и уложила сумку. Предварительно Роб снял задние сидения, чтобы освободить место под припасы. Багажник был забит до отвала. Канистры с бензином, бутыли с водой, веревки, закуски и набор одежды, аккуратно сложенный самим Робом. Интересно, остальные участники заезда тоже так серьезно к этому относятся? Роб. Аполлон прибудет через 10 минут. Остальные так и не отозвались. Я разослал расписание две недели назад. Блин, как всегда. Аж. Его зовут Аполлон? Роб. Позывной. От Аполло Крит из Рокки, если не ошибаюсь. Аж. Для чего вам позывны? Роб. Я не рассказывал? Мы будем пользоваться ими в дороге для удобства связи. Аж. И какой у тебя позывной? Роб. Паромщик. Аж. А у меня? Роб. Я думал об этом. Может, Лондон? Ты же из Лондона? Аж. Из Бристоля. До приезда Аполлона оставались считанные минуты. Роб спрыгнул с кресла и оживленно зашагал к тротуару. Вскоре первый гость свернул с дороги и припарковался с краю, после чего вышел из машины. Аполлон был чем-то похож на свой позывной. Загорелый, высокий и весьма крепкого телосложения, но при этом явно не боец. Он много улыбался и имел склонность смеяться над собственными шутками. Аж. Сколько ты ехал? Аполлон. Чикаго три дня почти, с короткими остановками. Аж. А с Робом ты познакомился на форуме? Аполлон. Да, Роба все знают. Он просто бог. Ха-ха. Роб подошел к машине Аполлона, жестом подзывая его поболтать. Автомобильный вкус гостя явно впечатлил Роба. Синий рейндж-ровер тоже забитый багажом. Хотя я была больше впечатлена самим Робом. Подумать только, 65-летний сын фермера сумел завоевать почет в довольно немаленьком онлайн-сообществе. Моему отцу столько же лет, и он только недавно открыл для себя копировать-вставить. Скоро начали подтягиваться остальные. Два библиотекаря из Миннесоты, примерно одного с Робом возраста, подъехали на синем фокусе. Брат и сестра с раннего детства разделявшие общее хобби – охоту за привидениями. Когда они коротко представились, как Бонни и Клайд, я не смогла сдержать улыбки. Клайд, мы бы прибыли раньше, но пришлось по пути заскочить за одеялами. Приятно познакомиться, мэм. Аш, и мне. Клайд, вы, должно быть, и есть тот самый журналист. Аш, верно. Клайд, если не ошибаюсь, вы печатались в городской газете. Вопрос адресовался скорее не мне, а его сестре. Она молча кивнула. Было очевидно, что в роли голоса из них двоих выступал Клайд, хотя оба были очень застенчивы. Как бы то ни было, импонировали ли им известные разбойники или просто нравились имена, Бонни и Клайд были полной их противоположностью. Следующими прибыли Лилит и Ева – студентки, изучающие английскую литературу в Нью-Йоркском университете, а в свободное время ведущую ютуб-канал Паранормикан. В отличие от Бонни и Клайда, Лилит и Ева совершенно не гнушались поболтать. Узнав, что я журналист, они сразу же позвали меня на экспедицию в Розуэлл. Лилит. У нас там есть друг, он, этот самый, как его, Ева? Сейсмолог. Лилит. Да, и он много лет вел журнал подземных толчков. Ева. Мы к нему в июле собирались, но можно и в другое время, если ты будешь свободна. Аш. Хорошо, мне нужно будет уточнить график. Ева. Супер, дай-ка я тебе свой мейл напишу. Они принялись торопливо снимать интро для нового видео, включавшее краткое интервью с Робом, которых слово был совсем не против. С интервалом в несколько секунд показались последние две машины. Изящная волевая женщина под псевдонимом Блю Джей и молодой парень с позывным Эйс. Блю Джей приехала на сером эксплорере, а Эйс к великому раздражению Роба на Порше. Роб. Ты что, сбрендил? Думаешь, от нее будет толк в дороге? Я не просто так писал. Эйс. Это моя машина. Что мне оставалось делать? У меня нет другой. Роб. Ты вообще читал мою инструкцию? Да у тебя даже припасов никаких в ней нет. Эйс. Читал я ее, сэр. Хорошо? Успокойтесь. У меня есть с собой сумка, и я у вас ничего просить не буду. Роб. Будто я собирался чем-то с тобой делиться. У Эйса и Роба с самого начала не задалось. Эйс начал с кем-то говорить по телефону, а Блю Джей, несмотря на мою настойчивость, не горело желанием давать интервью. Итак, пять машин и семь странников. Роб раздал всем по рации и зарядному комплекту. Затем провел небольшой инструктаж. Ремни держать пристегнутыми, соблюдать построение, перекликаться четко и часто. В этот момент во мне поселилась легкая тревога. Роб мне нравился, да и остальным тоже. Он смог убедить совершенно незнакомых людей съехаться с разных уголков страны для того, чтобы присоединиться к игре. Но что будет, если игра окажется неправдой? Что, если Роб потеряет уважение своих единомышленников? Сумеет ли он принять поражение? Если учесть, с какой кропотливостью он подходит к игре, в случае неудачи следующие несколько часов имеют все шансы оказаться очень невеселыми. Подняв командный дух бодрым финальным словцом, Роб окончил инструктаж с довольной улыбкой на лице и кивнул, чтобы я села во Вранглер. Я запрыгнула на кресло и попыталась устроиться настолько удобно, насколько возможно. Роб. Готово, Бристоль? Аш. Готово. Роб. Отлично. Поехали. Вранглер выехал на дорогу, и наш конвой стартовал следом, в порядке прибытия. Аполлон, Бонни и Клайд, Лилит и Ева, Блю Джей, Эйс. На небольшой скорости мы приблизились к первому повороту. Медленно, но уверенно, Роб повернул налево, то и дело обегая взглядом остальных через зеркало заднего вида. Как только Парше Эйса преодолел поворот, Роб снова целиком сосредоточился на дороге. Через пару секунд Аполлон подал голос по рации. Аполлон. Аполлон, паромщику. Сколько там осталось в поворотах? Роб. Ха, столько, сколько нужно. Роб явно хотел приберечь рацию для чего-то посодержательнее, чем колкости Аполлона. Но, с другой стороны, Аполлон нравился Робу достаточно, чтобы спустить ему шуточки с рук. Не думаю, что Роберт также снисходительно отнесся бы к Эйсу. Мы повернули направо, затем снова налево. В очередной раз, проследив за тем, чтобы все завершили поворот в целости, Роб озвучил мои мысли. Роб, ты думаешь о том же, о чем и Аполлон? Аш, о чем? Роб, о том, сколько нужно поворотов, чтобы упереться в тупик. Чтоб ты убедилась, что это просто глупая история. Аш, тебя это огорчает? Роб, огорчило бы, если бы ты думала иначе. Так, сейчас я тебе кое-что скажу. Слушай внимательно. Аш. Слушаю. Роб. Скоро будет туннель. До него ты можешь выйти из машины и пойти в любом направлении, и будешь вне игры. Но как только мы его пройдем, обратно придется добираться той же дорогой. Выйдешь из туннеля назад, и ты дома. Только тебе надо будет попросить кого-нибудь тебя подбросить, потому что я не собираюсь 20 минут тащиться обратно. Все поняла? Аш. Да, теперь мне немного страшно. Роб. Это нормально. Мы сделали 23 поворота и проехали довольно приличную часть города. Обвешанный модификациями Вранглер словил несколько впечатленных взглядов от пешеходов и почтительных гудков от попутных джипов. За исключением этих небольших особенностей, наша поездка ничем не отличалась от любой другой. Я даже начала волноваться, что ничего не произойдет. Заголовок по типу «Корреспондент прокатился на джипе с интересным человеком» вряд ли удостоится пули царовской премии. Поворот номер 33 завел нас на короткую, ничем не примечательную улочку. Ряд небольших частных заведений в тихом районе – ликер, секонд-хенд, инструменты и магазинчик антикварных зеркал в самом конце улицы. Возле него одинокая молодая женщина в сером пальто. Я пробежалась по ней взглядом. Ее серая спина отражалась в десятках зеркал. Даже на расстоянии было видно ее напряжение. Она нервно переступала с ноги на ногу, то и дело дергая себя за пуговицу. На несколько секунд я отвернулась внести в ноутбук записи. Когда я подняла взгляд, женщина стояла перед моим окном и смотрела точно на меня. Она улыбалась во весь рот, и улыбка эта поражала своей фальшивостью. Женщина в пальто. И огня-то у ворот. Надеется на что-то вкуснее, чем клевер. Но то, что они получат, хуже за кланье. Аш. Роб, что происходит? Роб. Игнорируй ее. Женщина в пальто. Он хотел меня бросить, и я его порезала. Озеро было голодным. Оно выпило всю кровь. Аш. Мисс, у вас все в порядке? Улыбка пропала с ее лица, и оно в ту же секунду загорелось яростью. Женщина в пальто. Что ты, черт возьми, творишь? Из ума выжила? Я рефлексивно вжалась в кресло, и женщина, широко раскрыв глаза, со всех сил ударила кулаками по стеклу с явным намерением его пробить. Женщина в пальто. Стала бы ты танцевать с львинным языком? Я порублю тебя, шлюха! Порублю за твои грехи, гребаная мразь! Роб надавил на педаль, и Вранглер демонстративно двинулся прочь от сумасшедшей. Было видно, как она машет руками, содрогаясь в истерике. Она в отчаянии провизжала что-то вслед конвою, и начала заливаться слезами, когда мимо проехала последняя машина. По мере того, как женщина отдалялась в зеркале, я наблюдала, как она повернулась к большому зеркалу у входа в магазин, который хозяин в тот момент усердно утирал. Подойдя вплотную и издав истошный крик, она ударилась о зеркало лбом. По стеклу разошлись трещины, и продавец в ужасе отшатнулся. Женщина подняла голову, по образовавшейся на зеркале паутине стекала кровь. Все произошло в мгновение ока, и спустя секунду мы свернули налево. Аш. Роб? Что это было? Роб. Она иногда там появляется. Аш. На той улице? Роб. На тридцать четвертом повороте. Аш. Кто она? Роб. Не знаю, но раньше она так не буянила. Видимо, это поездка особенная. Невозмутимость Роба показалась мне пугающей. Да и сама мысль о том, что бредящая женщина часть игры, взятая с интернет-форума, несколько смущала. Я могла придумать случившемуся несколько объяснений, но ни одно из них не смогло бы полностью меня успокоить. Если это был просто больной человек, значит Роб видел то, что хотел видеть. Может, он настолько уверовал в игру, что любой необычный, но при этом вполне объяснимый инцидент кажется ему частью так полюбившейся ему историей? Другая версия – женщина могла быть актрисой. Да, эта теория уже посложнее, но она вполне имеет право на существование. Это был бы не первый раз, когда нашу передачу пытались обвести вокруг пальца. Роб мог получить тонну освещения в СМИ благодаря мне, Лилит и Еве. Он не похож на лжеца, но хороший лжец и не будет себя выдавать. Есть и третий вариант. Вариант, который, если на секунду отстраниться от здравого смысла, объясняет мелочи, которые трудно не заметить. Какой бы странной ни была женщина в пальто, гораздо больше вопросов вызывало то, что ни один пешеход на той улице не обратил на нее внимания, ни одного взгляда в ее сторону. Ну да, может, эта теория рушится о шокированный взгляд продавца, но ведь он отреагировал только тогда, когда разбилось зеркало. Рация зашипела. Лилит. Лилит Бристолю, Сара, ой, то есть Ева, все засняла. Ты писала звук? Аж. Думаю, да. Лилит. Боже, это было так странно. Скинешь нам файл, как остановимся. Кстати, спроси у паромщика, когда остановка? Аж. Когда остановка? Роб. Для них где-то через полчаса. Для тебя? Тебе решать. Роб свернул с шумной улицы прямо перед крупным перекрестком, и мы выехали на тихую двухполоску. Впереди небольшой уклон, ведущий в темноту. Туннель. Аж. Под чем он проходит? Роб. Не под чем. Он просто есть. Аж. А если бы мы не играли в игру? Роб. То он бы не появился. Вопрос в следующем. Хочешь ли ты играть? Роб повернулся ко мне. За весь проделанный путь это был первый раз, когда он отвел взгляд с дороги. На подъезде к туннелям мы свернули к тротуару и остановились. Роб. Если выйдешь сейчас, можешь пойти хоть на все четыре стороны. Но как только мы проедем, без машины обратно не выберешься. И, как я уже говорил, свое я в ближайшее время разворачивать не собираюсь. Understand? Звучало это драматично, но к моему страху было не похоже, что Роб драматизирует. Он будто спрашивал у меня, готова ли я к тому, что ждет впереди? Возьму ли на себя все сопряженные риски? Даю ли согласие на то, что ехать дальше по этой дороге, а затем по следующей, и по той, что за ней, и так далее? Готова ли увидеть игру от начала и до конца? Да, будь она реальна или нет. Аш. Чего ждем? Поехали. Роб улыбнулся и повернулся к дороге. Взял рацию и зажал кнопку. Микрофон коротко треснул. Роб. Паромщик остальным. Все, кто хочет выйти из игры, сверните на обочину. Все, кто хочет остаться, не нарушайте строй и убедитесь, что припасы при вас. Впереди долгий путь. Мое отношение к Роберту Джорджу Гадхарду постоянно меняется, так же, как и отношение к игре. Я слышал о его жизни все, но не уверена, что знаю его. Он мне нравится, но я не уверена, что доверяю ему. И хотя я уважаю его преданность к игре, я не уверена, что мне понравится, куда он нас заведет. Мы заехали в туннель. Его лицо исчезло и вновь появилось под тусклым светом натриевых ламп. И я могу с полной уверенностью сказать, что для него эта поездка обещает стать важнейшей главой в его и без того впечатляющей истории. И в этот раз, к лучшему или нет, я еду с ним. Субтитры сделал DimaTorzok Если у вас есть еще идеи, я буду рад их услышать. Бесценно любая помощь. Чем больше работы я проделываю, тем сильнее убеждаюсь, что до Алисы Шарма мне еще ой, как далеко. Кстати, об Алисе. Передаю ей эстафету. И еще раз спасибо. Игра влево-вправо. Черновик 1. 8 февраля 2017 года. Следующий поворот был сразу за туннелем. В слабо освещенном подземном коридоре мы провели не больше двух минут, но из-за того, что Роб ввел довольно медленно, трудно было судить, сколько мы проехали. Въезжая в туннель, мы находились на выезде из Феникса и, судя по отражению в зеркале, в итоге мы не сильно далеко переместились. Температура, время суток, погода, все остальное осталось прежним. Не знаю, чего я ожидала, но было как-то не похоже, что мы оказались в кардинально новом месте. Да и сам туннель ничем особым не выделялся, особенно если вспомнить, какое значение ему придавал Роб. На самом деле, единственным, что привлекло мое внимание, когда мы ехали по туннели, было одно единственное слово, брошенное Робом посреди фразы, которую он озвучил команде по рации. Само сообщение было предельно простым и понятным, но определенное словечко вызвало у меня некоторое любопытство. Я решила спросить его об этом. Аш, Роб, пару секунд назад, когда ты сказал, что мы приближаемся к повороту, ты упомянул какую-то ловушку, что это значит? Роб, м? Аш, я даже записала. Ребята, туннель скоро закончится, скоро будет первая ловушка. Сразу как выйдем, круто поворачиваем налево, осторожно. Что за ловушка? Роб, а, да одна из этих выходок. Автор оригинальных записей считал, что дорога постоянно пытается обманными путями выбить его из игры. Мелкие отвороты, съезды, скрытые из виду. Или крутые повороты, вот как этот. Аш, то есть он не доверял самой дороге? Роб, ага. Честно сказать, я с ним согласен. Тот поворот был уже далеко позади. И мы успели сделать еще один, направо. Трудно было избавиться от ощущения, что Роб слишком большое значение придает совершенно обычному повороту на совершенно обычной дороге и даже подозревает асфальтовое полотно в злонамеренном заговоре. Это непросто было воспринимать всерьез. Беспокоило даже не то, сможет ли Роб доказать мне, что игра настоящая, а то, смогу ли я убедить его в обратном. Может, это будет репортаж не волшебной дороги, ведущей в мир тайны загадок, а о том, насколько далеко способен зайти человеческий разум, одержимый идеей. Ранее Роб отмечал мой скептицизм и даже поощрял его. Что же, если то, что я вижу на момент написания этих строк, должно меня в чем-то уверить, Роб еще не знает, насколько я скептик. Он не отпускал руль и смотрел только на дорогу, а на любую мою попытку провести интервью отвечал пусть и доброжелательно, но односложными отказами. Роб не пытался уйти от ответа. Просто его ум был занят другим. Я даже не заметил, как пролетели полчаса, и за это время Роб не произнес ни единого слова. Похоже, молчание – неотъемлемая часть игры влево-право. Опять же, не знаю, чего я ожидала, но наш старт едва ли можно было назвать сенсационным. С другой стороны, ничто не отвлекало меня от набора заметок. Роб. Паромщик всем машинам! Остановка! Прошло полтора часа с момента выезда из туннеля. Роб свернул на обочину, оставив позади пространство для остальных автомобилей. По пути встречалось все меньше и меньше признаков цивилизации, а значит, впереди ждала пустыня. Это навело меня на мысль, что мы просто останавливаемся немного передохнуть. Но в отношении Роба Гатхарда глупо что-то предполагать. Хотя одной из целей остановки в самом деле был перекур. Роб припас для нас кое-что важное. Он собрал группу в полукруг и начал инструктаж. Роб. В рассылке я писал, что на определенных участках дороги вы должны будете беспрекословно следовать моим указаниям. Сейчас один из таких участков. Всем все ясно? Ева. Ну, да, наверное. Но мы же увидим, что там, да? Аполлон. Сейчас он попросит денег. Да, Роб? Ха-ха. Эйс. Мне тоже интересно, что там. Роб. Я ничего не собираюсь от вас утаивать. Просто прошу следующие несколько километров слушать меня и не перечить. Эйс. Да поняли мы. Скажи уже, что там? Роб выдержал паузу для того, чтобы подчеркнуть важность ранее сказанного. Или, быть может, в попытке сдержать колкость в адрес Эйса. Тот явно начинал действовать ему на нервы. Немного помолчав, Роб продолжил максимально размеренным и серьезным тоном. Роб, примерно полчаса дороги, 13 поворотов, нужно будет ехать с отрывом друг от друга. Поедем в порядке строя. Мы с Бристоль едем первыми. Затем я дам по рации сигнал следующей машине и так далее. Когда нас догоните, паркуйтесь рядом. После этого поедем так же, как ехали до этого. Теперь о том, что там впереди. Роб сделал глубокий вдох и продолжил еще более строгим голосом. Роб. На дороге будет автостопщик. Мужчина в дорогом костюме с портфелем. Вы должны впустить его к себе и довести до того места, где он попросит высадить его. И ни при каких, слышите, ни при каких обстоятельствах не вздумайте с ним говорить. В идеале, даже не смотрите в его сторону. Не берите ничего из его рук, если он что-то предложит. Не открывайте перед ним дверь и не машите ему вслед, когда он выйдет. Вообще, никак не реагируйте на его присутствие. Для подстраховки лучше ни слова не произносить, пока не доберетесь до точки сбора. Лилит. Почему нужно ехать с отрывом? Роб. Автор записи сказал, что автостопщик не любит, когда ему приходится выбирать машину. Что бы это ни значило. И мне не особо охота узнать, что он имел в виду. Эйс. Почему нельзя просто не подбирать его? Роб. Потому что... Эйс. Да нет же, я не понимаю, почему не... Роб. Да твою ж мать! Хочешь или нет, ты должен его подобрать! Группа затихла. Это был первый раз, когда Роб поднял голос. Эйс выглядел так, будто готов был в ту же секунду развернуться обратно в Феникс, на прощание высказав Робу все, что о нем думает. Его можно было понять, ведь Роб относился к Эйсу как к абузе, как к подростку, который отказался выполнять домашние задания. Хотя, с другой стороны, Роб тоже был в чем-то прав, ведь Эйс действительно не сделал свое домашнее задание. Бонни. Ну что, начнем? Если все готовы. Решив, что добавить ему нечего, Роб молча направился в сторону Вранглера. Бонни, Клайд, Аполлон и Ева расположились на земле, чтобы перекусить. Эйс зарылся в телефон, а Блю Джей, отбившись от группы, отошла к своему Форду со свежим номером еженедельника в руке. Лилит. Бристоль, может, уделишь мне минутку? Я развернулась к Лилит. Она держала передо мной свой телефон экраном вперед. Аш. Конечно. Что такое? Лилит. Ты пробовала кому-нибудь звонить после того, как мы выехали из туннеля? Аш. Пока нет. А что? Лилит. Можешь попробовать? Я достала телефон и набрала офис редакции. Занято. Впрочем, в этом не было ничего необычного. Лилит внимательно на меня смотрела, видимо, ожидая какой-то реакции. Аш. Не могу дозвониться. Лилит. Занято, да? Аш. Ну да. Лилит. Везде занято. Сигнал есть, гудки идут. Но все время заняты. Аш. Тебе не кажется, что это просто совпадение? Лилит. Бристоль. Заняты все. Пока Ева вела машину, я пыталась дозвониться до службы технической поддержки нашей камеры. До 911. Аш. Ты звонила в 911? Лилит. Ради науки. Там было занято. Я, блин, не смогла дозвониться даже до парня из общежития, который от меня без ума. И уж поверь, он никогда не бывает занят. Странно. Не находишь? Мы как будто пересекли какую-то границу, и мир изменился. Понимаешь? Если честно, то нет. Не понимаю. Как бы мне не хотелось ей поверить, все это казалось очень притянутым за уши. К счастью, отвечать не пришлось. Роб подозвал меня к машине. Ему явно было не втерпешь снова оказаться на дороге. Я сказала Лилит, что мы обязательно обсудим ее открытие на следующей остановке, и она кивнула мне в знак согласия, после чего пошла к своей подруге и принялась уплетать с ней на пару яблоки. Я забралась в джип и помахала конвою. Мы неторопливо выехали на дорогу и двинулись в путь. Несмотря на то, что со мной был Роб, или может именно поэтому, я вдруг почувствовала себя совсем одинокой, наблюдая, как остальные исчезают за уклоном. Где-то через 10 поворотов мы увидели автостопщика. Как Роб и говорил, стоящий на обочине мужчина был одет в удачно сидящий коричневый костюм, а вокруг шеи у него был повязан темно-зеленый галстук. Даже издалека было видно, что туфли автостопщика тщательно отполированы, как и лакированный деревянный портфель, стоящий у его ног. С надеждой в глазах он робко поднял руку. «Аш, кто он?» «Роб, автостопщик». «Аш, и все? Больше ничего не расскажешь?» «Роб, и все. Ты помнишь правила?» «Аш, не говорить с ним». «Роб, лучше не говорить вообще. Ни звука, пока не доедем до точки сбора. Как только там остановимся, будем в безопасности». Роб свернул на обочину. Автостопщик признательно улыбнулся, сложил руки в замок и тряхнул ими в знак благодарности, а затем поднял портфель и зашагал к Вранглеру, по пути расстегивая пиджак. «Аш, до встречи на той стороне». Мужчина открыл заднюю пассажирскую дверь и залез в наш импровизированный багажник. Не найдя там кресел, он с радостным видом уселся на одну из сумок. Автостопщик. «Ха, да у вас тут яблоку негде упасть!» Должна признаться, уже тогда захотелось что-нибудь ему ответить. Даже после всех предостережений Роба, игнорировать пассажира казалось мне бестактным на уровне инстинкта. «Все-таки я британка». Автостопщик. «Вы откуда? Я вот из Оквала еду». Я взглянула на него через зеркало заднего вида. Мы встретились взглядом, и он улыбнулся. Я тут же отвела глаза обратно на дорогу, принявшись считать на ней белые полосы. Прошло десять минут. Тишина начала сильно давить на нервы, пока автостопщик снова не попытался завести разговор. Это повторялось несколько раз. Он говорил на разные темы. Про то, какая у нас прекрасная погода, про нашу работу, про хобби. Чтобы отвлечься, я решила себя чем-нибудь занять, и стала крутить в голове фразы и превращать их в запутанные анаграммы. Это подействовало, и через какое-то время мне удалось полностью отстраниться. Я даже почти перестала замечать присутствие автостопщика. Наверное, именно благодаря этому ему почти удалось меня подловить. Автостопщик. Какие же вы, блядь, жалкие! Совершенно неожиданная фраза, острая как бритва и ядовитая как змея, была совершенно не похожа на предыдущий. До того, как я успела осознать, что делаю, я уже развернулась к нему и приоткрыла рот, чтобы произнести совершенно естественный ответ. «Что?» Я чуть не сказал это вслух. Мой рот был открыт, и слово готово было вот-вот слететь с языка, но роб, упреждающий, схватил меня за запястье. Я посмотрела на автостопщика. Он изменился. Вся первоначальная доброжелательность и учтивость как будто испарились. Улыбка на его лице сменилась притворно-приторной на холодную и враждебную. Автостопщик. «Что хотите узнать? Я могу рассказать о чем угодно?» Не сводя глаз с дороги, роб еще крепче сжал мое запястье. Автостопщик. «Могу рассказать обо всем на свете, даже о том, чего вы сами про себя не знаете. Могу озвучить мысли, которые обитают в ваших головах и о которых вы так усердно стараетесь не думать. Да, тем и слишки, что прячется где-то там, глубоко внутри». Какое-то время мы с ним молча смотрели друг на друга, пока я не развернулась на дорогу. Больше я не собиралась считать полосы, полностью сосредоточившись на том, чтобы во что бы то ни стало игнорировать автостопщика. Он предпринял еще пару попыток, вновь перейдя к более безобидным вопросам. Не сработало. Через пять минут автостопщик указал пальцем на обочину и роб свернул. Поблагодарив нас и аккуратно выйдя из машины, мужчина поставил портфель на землю и стал махать нам вслед и так продолжал махать, пока окончательно не скрылся из виду. Как ни удивительно, в отсутствии автостопщика тишина стала еще более давящей, чем когда он был в машине. Я решилась ее развеять, может, не слишком изящно, Аш. Не, ну, если по правде, то погода сегодня и правда отличная. Роб. Молчи. Аш. Ты что, злишься? Ну, прости. Да, он меня задел. Я же не ожидала, что он начнет. Роб. Все в порядке. Не говорим, пока не остановимся. Я вернулась к заметкам, считая важным описать, как я себя чувствую. Смущена, но с облегчением. Однако, только написав эти слова, я сразу ощутила что-то другое. Смятение, а с ним сомнение. Отчего я испытываю облегчение? От того, что не стала разговаривать со странным человеком, который пытался подбить меня на беседу. Разве что-то стояло на кону? Эпизод с автостопщиком сводил палитру опций к двум вариантам. Либо игра влево-право реальна, либо это хитроумная фальсификация, организованная Робом Джорджем Гаттхардом. Сумасшедшая женщина, туннель, резкий поворот ловушка. Все это можно было рационализировать, но... Автостопщик. Он слишком непредсказуем. Слишком сложен. Если это был актер, то Роба можно похвалить за весьма убедительный обман. Но если все это было за правду, то я даже не знаю, что думать дальше. Краем глаза я уловила нечто, что оторвало меня от потока мыслей. Объект промелькнул в окне и всего через несколько секунд пропал из поля зрения. Я успела лишь проводить его взглядом, а затем снова села ровно. Через некоторое время мы наконец остановились. Роб, ты хорошо справилась. Прости, что схватил за руку. Я просто не хотел, чтобы ты сделала то, о чем потом пожалеешь. Аш, я не обижаюсь, ты вовремя меня остановил. И все-таки, что будет, если с ним заговорить? Роб, не уверен. Пару лет назад я и сам чуть не поддался. И знаешь, тот хищный взгляд, с которым он на меня посмотрел, когда подумал, что я попался, как-то отбил у меня желание это проверять. Аш, Роб, минуту назад я кое-что увидела. Не уверенно заметил ли ты... Роб, боюсь, мой взгляд устремлен только вперед. Аш, там была разбитая машина, слетевшая с дороги. Ты видел ее до этого? Роб, неа, никогда. Здесь часто появляются вещи, которых не было. Аш, кто-то кроме тебя играл влево-право? Роб, если играл, то я их не знаю. Кто бы это ни был, готов поспорить, что он, должно быть, предпочел разбиться. Лишь бы не увидеть этого чертова автостопщика еще и на обратном пути. Аш, он что, и на обратном пути тоже там будет? Роб, да, если повезет. Аш, хм, ура? Роб взял рацию и сказал Аполлону выдвигаться, а также повторно продиктовал правила. Я подумала, что схожее сообщение перед выездом услышат все, а Эйс, наверное, услышит его дважды. Спустя полчаса приехал Аполлон. Хоть он и пытался отшучиваться, ему трудно было скрыть свое напряжение. Аполлон, этому парню надо дать прозвище. Как насчет Убер? Их водил ничем не заткнешь. А у вас в Англии есть Убер? Аш, да? Аполлон, то есть ты понимаешь, о чем я? Бонни и Клайд управились быстрее Аполлона. Припарковавшись немного позади, они вышли размять ноги. После недолгого обсуждения стало понятно, что наши версии произошедшего различаются. Автостопщик протягивал Клайду конфеты, вежливо, но настойчиво предлагая взять хотя бы одну. Аполлон чуть не заговорил с ним о музыкальных предпочтениях, когда тот попросил включить радио. Кстати, радио. Интересно, оно еще ловит? Роб поприветствовал Бонни и Клайда и отошел к машине, чтобы дать сигнал Еве и Лилит. Когда я подошла к джипу, он все еще был там. Аш, чем занят? Роб, жду. Девочки только тронулись. Что-то нужно? Аш, эм, наверное. Мне кажется, Аполлона вся эта история с автостопщиком задела сильнее, чем он делает вид. Роб, да все в порядке у него, вроде. Аш, ну не знаю, он улыбается только тогда, когда кто-то рядом. Ты не мог бы с ним поговорить? Роб, ой, из меня хреновый утешитель. У меня есть четыре бывших жены, чтобы это подтвердить. Может, лучше ты с ним перетрешь? Аш, мне кажется, это разговор для двух мужиков. По душам. Это я только с виду такая отважная. Роб молча согласился и с неохотой вылез из машины. Роб, в последний раз, когда я говорил по душам, мой сын три месяца со мной не разговаривал. Аполлон стоял и смотрел в телефон. Роб подошел и положил руку ему на плечо. Со стороны это выглядело трогательно. Мне даже стало стыдно за то, что я обманула Роба. Я открыла водительскую дверь и запрыгнула в ранглер, дав себе примерно 20 секунд до возвращения Роба. Взяв руки рацию, я стал изучать кнопки на передатчике, пронумерованные от 1 до 9. Нужно было выяснить, какая из них свяжет меня с Евой и Лилит, но у меня не было времени обзванивать всех. Итак, Роб дал каждому участнику игры по рации. Для удобства связи он привязал каждой кнопке конкретное устройство. Первое подключает его к радиоприемникам самих автомобилей. Я много раз видел ее в действии, значит, остальные обращаются напрямую к рациям. Логично было предположить, что Роб раздал рации в порядке построения. В таком случае вторая кнопка это либо сам Роб, либо я. Дальше Аполлон, за ним Бонни и Клайд. Учитывая, что мне не было известно, на какую из кнопок Роб назначил свою рацию, единственным рабочим вариантом была кнопка под номером 7. Не имея на руках лишнего времени, я нажала на кнопку и припала к рации. Аш, Бристоль, Еви и Лилит, как слышно? Динамик тихо зашипел. Через боковое зеркало было видно, как Роб неловко о чем-то болтает с Аполлоном. Может, его бывшие были в чем-то правы? Лилит. Лилит, Бристоль, как вы там? Мы еще не встретили автостопщика. О, кстати, я только что позвонила Еве и все получилось. Ты не могла бы сказать мне свой номер? Хочу проверить. Аш, Лилит, прости, я к вам по другому поводу. Аполлон кивает Робу, видимо, убеждает его, что все в порядке. Лилит, круто! Что за задание? Аш, когда разберетесь с автостопщиком, по правую руку будет разбитая машина. Будете проезжать мимо, сможете ее заснять? Лилит, заснять? Аш, просто приблизьте кадр и постарайтесь как можно лучше ее запечатлеть. Можете даже не останавливаться, просто, в общем, любой материал сгодится. Роб пошел обратно к машине. Я перепрыгнула в пассажирское кресло вместе с рацией. Лилит, может, тебе нужны какие-то конкретные... Аш, позже пополтаем. Спасибо, пока. До того, как Роб открыл дверь, я успела сунуть рацию обратно в держатель. Роб пожал плечами. Роб, все у него нормально, если он, конечно, ничего не скрывает. Остальной день прошел без происшествий, приехали сияющие от радости Лилит и Ева, их видеорегистратор снимал салон, так что у них был свежий материал для Ютуб-канала. Пересказывая нам свою историю, Лилит заверила нас, что больше ничего не произошло, и выжидательно на меня посмотрела. Я поспешил отвернуться, напомнив себе, что по возможности нужно будет переговорить с ней наедине. Пожалуй, меньше всего встреча с автостопщиком отразилась на Блю Джей. Нам удалось выпытать из нее несколько слов, хотя тут и несколько будет преувеличением. Блю Джей. Я устала. После чего она пошла отдыхать в гордом одиночестве. Когда Эйс припарковался на обочине, он чуть ли не вывалился из машины со страдальческим лицом и заковылял к нам на дрожащих ногах. Я попыталась взять у него интервью, но он отмахнулся и предложил говорить не о том, что уже позади, а о том, что будет дальше. Мы ехали еще какое-то время. Приближалась наша первая ночь на дороге. Преодолев 486-й поворот, Роб сообщил по рации о точке привала, которая была на вершине небольшого холма. Когда мы расположились на месте, он рассчитал два спальных места в багажнике, не поленившись соорудить своеобразную стену из сумок, чтобы нас разделить. Меня это очень порадовало, но я не знал, как его за это отблагодарить и в итоге просто сказала спасибо. Аполлон попытался нас расшевелить, предлагая развести костер, но безуспешно. В итоге все быстро разбрелись по своим машинам. Я проследила взглядом за Лилит и Евой, которые тоже шли к себе. Наверное, поговорю с ними завтра, когда Роба не будет рядом. Мне все еще было немного стыдно перед Робом за то, что я схалтурила и перед Евой и Лилит за то, что втянуло их в это параноидальное расследование. Роб казался мне добрым, разумным, хоть и не без минусов, как и все мы, но по итогу все-таки хорошим человеком. Однако факт остается фактом. Когда я спросил его про разбитую машину, он ответил слово в слово. Роб, если кто-то и играл, то я их не знаю. Кто бы это ни был, готов поспорить, что он должна быть, предпочел разбиться, лишь бы не увидеть этого чертова автостопщика еще и на обратном пути. Я хотела верить Робу, хотела верить, что он никогда не видел той разбитой машины, но что-то в его ответе было не так, уж очень он не соответствовал немногословной натуре этого человека. Если Роберт правда не видел машину, то откуда он знал, на какой она стороне дороги? Кусок выше я писала на бумаге, используя стенографию. Будем надеяться за свою долгую и насыщенную жизнь, Роб не научился их расшифровывать. А я сидел в пассажирском кресле, продолжая вносить в ноутбук записи. Чак. Для вас играла сестра луна Лесли эстрады. Отличная вечерняя песня, чтобы немного развеяться. С вами Чак Ринвальд, и мы не расстанемся до самой ночи. Да, я все-таки включила радио. Не только из любопытства, мне нужна была компания. Звук я снизила до минимума, чтобы не потревожить Роба, и стала переключать радиостанции в поисках чего-нибудь подходящего для фона. Из тех немногих станций, что были доступны, лучший сигнал был у Jubilation, локального радио небольшого городка неподалеку. На протяжении часа ведущий Чак Гринвальд транслировал душевный фолк. Чак. В Jubilation выдалась плодотворная неделя. У нашей школы новый директор прекрасный человек со свежими идеями. Люди стали обсуждать потенциальное финансирование искусств. Нам будет очень интересно услышать ваше мнение. Управившись со своими секретными записями, я вдруг поняла, как сильно устала. Мечтая поскорее заснуть, но пока еще линясь преодолеть один ярд между мной и надувным матрасом, я откинулась в кресле и стала слушать, как мистер Гринвальд нахваливает свой любимый городок Чак. Скоро мы вернемся к вашим музыкальным предложениям, впереди еще много отличных песен, а пока отвлечемся на кое-что новенькое. Чак. Сейчас им будет больно. Почти сразу радио Джубелейшн принялась на малой громкости вещать какофонию из сотен душераздирающих криков, как будто по ту сторону целая толпа подвергалась чудовищным пыткам. Я невольно отпрянула от колонки и сна ни в одном глазу. Непрерывные стенания сопровождались давленными едва различимыми мольбами, чтобы то, что там происходит, прекратилось. Вскоре оно действительно прекратилось, по крайней мере крики затихли, и им навстречу вернулся добродушный голос Чака Гринвальда. Я перевела взгляд от радио к мерно посапывающему робу Джорджу Гатхарду. В голове пронеслась единственная мысль. Боже, надеюсь, этот человек лжет, и все это сплошная фикция. Если это не так, с этой дорогой точно что-то не в порядке. Чак, дорогие слушатели, надеюсь, вам понравилось. Впереди еще много хорошего. С вами Чак Гринвальд, и мы в Джубилейшн рады, что вы остаетесь с нами. Чак, не переключайтесь. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok